здравствуйте сегодня мы продолжаем наши разговоры на политической кухне напоминаю что это совместный проект сайта слухи и факты и кабельного операторе интерком тел сегодня я алексей машкевич редактор журнала тысячи экземпляров сижу на кухне ноль-то с нашим гостем анатолием буровым депутатом ивановской областной думы председателем комитета по социальной политике членом партии естественно единая россия и генеральным директором ооо фармацистическое общество волжская мануфактура здравствуйте анатолий константинович воском фактура в прошлом все в прошлом то есть не расставили коммерческого отлично ну вот нас тут долго упрекали в том что мы стали рупором оппозиции и после прошедших праймерис единой россии мы решили позвать все таки такого видного единоросса как вы и первый вопрос будет такой говорят говорят ходят слухи что возможно в нашей региональной власти такая конфигурация что сергей александров пахомов председатель ныне областной думы вновь уйдет в областное правительство по каким-то причинам и тогда вы становитесь председателем областной думы вы готовы к такому развитию событий не слышал не слышал ничего подобного пока значит но если команда доверие то готов к такому развить событий но слухов то как раз много всяких и правительство и москва и тогда жизнь покажет то есть вы идя на выборы на следующий созыв держите в голове что в принципе можете стать председателем ну не держал до сегодняшнего вот момент пока с вами сейчас не поговорил считаете что я вам подсказать даже теперь был держать хорошо ну президент путин год назад своих инагурационных указах пообещал много чего в социальной сфере в том числе повысить зарплату самым бездольным нашим врачам учителям и вот говорят опять же что в бюджете ивановской области этих средств нет как будете перед выборами выкручиваться да действительно средств маловато на бюджете ивановской области но цифра не уже просчитаны все нам надо на реализации вот этих целей в тринадцатом году миллиард триста миллионов но мы планируем так что половина мы найдем у себя а половину нам даст федерации то есть раз путин пообещал пусть сам расхлебывать расхлебует и на нас ну тогда вас как эксперта спрошу на ваш взгляд что послужило от причины отставки андрея чужбинкина и главное что послужило причиной его ссылки в кинишему неспособность там или на противостоять назарову на выборах или все-таки те чудачества которые по слухам андрей допустил работы с федеральной программ вы знаете я вот стараюсь не вникать вот в эти процессы ну может быть по складу характер никогда не интересуюсь этими вопросами не поверю правда я занимаюсь с вами нет во мне этого нет что вот поинтересоваться кими-то ваше мнение все равно она есть какой-то ну я думаю что мы мне на такое что кинишма подошла к такому кстати я долго там жил и знаю хорошо город я думаю кинишме нужен сильно руководить сильный какой резкий значит руководитель который обладает поддержкой правительства раз направили человек поддержка должна идти за ним следом иначе какой смысл его туда бросать на второй город области причем город такой беспокойный со всех точек зрения с политической с экономической там проблем много а тем не менее то второй город область то есть с одной стороны ссылка с другой стороны усиление я думаю что да так да ну тогда следующий вопрос говорят что вы совсем недавно активно очень продвигали елену григорьеву экс-депутата и экс-главы вечерского района на должность начальника департамента внутренней политики вот вопрос вас интересует внутренняя политика нет я елену никуда не продвигал на самом деле и мы с ней достаточно тесно знакомы и она с самого начала не собиралась во внутреннюю политику а собирался именно туда где на час работы и сейчас очень все это устраивает здорово а вы помогли нет ну вот если уж и заговорили о лени григорьевой она сама была свое время идеологом вот той реформы местного самоуправления которая свершилась у нас в ивановской области потом ее ставят на вечерский район она два с половиной года рулит бросает все и уходит вот не кажется ли вам что это это событие была такая жирная точка и доказательство того что реформа не состоялась и надо возвращаться все-таки к выборам прямым выборами тяду и я думаю что немножко не так во первых действительно ли она была у истоков истоков этой реформы сама по себе реформа неплохая ну скажем так с изъянами но неплохая значит и вот если говорить о вечерском районе она принесла кое-что полезного туда реформа реформа да в частности как реформить это не только выборы прямые линии прямые реформа началась с того что там объединили ряд поселений в вечерском районе было много я еще помню случай когда приехал марфина там три стачок житель вот сидят двое один глава другой тоже голова значит и чай пьет вот значит после реформы сейчас в вечерском районе 6 город 3 городских и 3 сельских поселений вот в одном из них освободилось здание где сидели чиновники мы там сделали детский сад и ликвидировали очереди и к тому же какие-то бюджетные средства сэкономили да вот это вот это полезная сторона вот эта реформа а все что касается прямых выборов сейчас вот опять паша попов как бы инициирует эту тему вот честно говоря какого-то четкого мнения по этому вопросу нет вот лично у меня нет я ну тогда от выборов снова к вичугскому району да вот вы можете мне объяснить как специалист что там происходит вообще с властью у меня такое ощущение что аномалия какая-то поставили вадима минникова такого видного единоросса соратника виталия илюшкина раз он уже у андрея назарова в гражданской платформе всех вас поливает поливая всем чем только можно пришла григорьева отсидела один срок и тоже нет у меня связи с этим вопрос сейчас вот правительство планирует разместить вичугском районе завод по производству химволокна и фрегион синтез есть как один не постигнет ли его такая же участь что об вот вы знаете вичугский район к сожалению действительно вот вся история вот по современной вот это вот новейшая какая-то борьба постоянно если ты там и кадровые промашки но там есть личности такие как бы ну интересные и там татьяна каплина из да вот сейчас у нас проблема снова снова песова там георгий гвоздев чудит так время от времени сейчас наверное депутат опять полномочий сложит я чувствую вот ну вот вот такой вот район но у завода то есть шанс площадка хорошая она подготовлена поэтому шансы есть а что мне сейчас нравится там тоже пришел вот его я продвигал кстати пришел мурашкин володя он что мне нравится не политик он не надо и он не не это самое не лезет вот эту тусовку политическую он чистый хозяйственник он занимается значит отходами там коммуналка и в этом он соображал чем должен заниматься исполнительная власть да а уж и вот этого без него там ясно ну тогда все таки к козырной теме к основной к теме праймерис единая россия шла на праймерис с такими стремя с лозунгами один из которых был порядок во власти у меня в связи с этим вопрос неужели даже единая россия поняла что во власти у нас совсем нет порядка но это мы туда не шли во первых с этим лозунгом это лозунг губернатора который время от времени произносит и тут сложно его не поддержать потому что это действительно правильные слова мы ни с каким лозунгом не шли на праймерис вот честно и кстати говоря я изначально-то был не очень вот мне был интересен от праймерис и его форма который вот прошла это открытая форма самое потому что я думаю ну а люди ничего не поймут чтобы праймерис никто не знает да и за два месяца мы не объясним чуть-чуть такой вообще не вы считаете что вы смогли я щита нет я так не считаю и я полагал как ну там другая была форма это внутри партии собрали партии правильно поставили галки поток да это туда этот сюда партии решили вот эти идут эти не идут и так далее но честно скажу что вот по итогам вообще-то пользы то много от праймериса но вы знаете вот я общался с людьми в районах с людьми в городе те цифры которые вы показали цифры явки да отличаются от реальных от трех до восьми раз вот зачем опять эта показуха ведь люди-то видят ну вы знаете я как бы в своем округе вот ситуацию знаю досконально никто никуда никого не загонял я не про загонял я про то что а потом наставили явка была ниже в 38 раз чем та которую потом нарисовали ну я хочу конечно никаких установок не было появки ну есть же желание все равно как-то поднять немножко я вам знаете больше скажу я встречался с рядом руководит участковых комиссий просто знаю всех за столько лет работы и они меня так вот смотрят мол ну может быть там как-то поработать да как-то сходить ящиками куда-то я буду успокойтесь ничего не надо делать нам нужно выявить истинную картину посмотреть на молодых людей посмотреть на то как люди реагируют на это дело и самое главное я считаю польза ведь любые выборы пусть даже такие а все равно это встречи с людьми а встречи с людьми предполагать это вопросы просьбы и так далее и опять нам накидали много вопросов и чем больше вопросов тем наверное больше из них процентном соотношении мы решим то есть положительные как бы тоже есть вопрос к вам как председателю комитета по социальной политике вот эти процедуры предварительные праймерис проходили в школах в том числе да при этом ни одного договора не с одной школой не аренды ничего не было заключено а в учителя которые сидели и тех персонал который убирался ничего не получит в лучшем случае там какие-то отгулы может быть директора им дадут опять же из своего фонда это такая социальная справедливость по единороссовски причем справедливость или несправедливость ну участки вот я сейчас объясню во первых договора есть везде я вас в день предваряющий праймерис их не было ну я я вас уверяю что договора есть это легко проверить это во первых во вторых все кто там работал работ их оплачен то есть тут претензий никаких не должно в третьих ну может быть плохо что школа но у нас так исторически сложилось а где еще выбор проходит мы пошли по тем участкам которые традиционно работают облачен будут из партийных фондов из партии не из бюджета тогда последний вопрос на ваш взгляд если сейчас какая-нибудь партия хоть системная оппозиция там в лице кпф хоть не системная в лице гражданской платформы решит провести такие такие же подобные процедуры избиркомы и местные власти также пойдут к им навстречу по поводу представления по поводу представления помещений по поводу содействия чтобы в комиссиях сидели представители избирком из правом там любого голоса ну я не знаю вот михаил саныч сказал что советую всем партиям провести такой праймерис очень полезная вещь значит наверное имеется в виду что мы пойдем навстречу это сейчас глядя в камеру можно сказать что анатолий константинович советует всем партиям прийти в избирал я свои потребуют я советую всем партиям привести праймерис потому что и очень много узнают на самом деле право и попробовать это сделать с такими же шалостями как единой россии да не ну шалости не было ну спасибо спасибо анатолий константинович это все напомню что у нас был в гостях анатолий константинович буров заместитель председателя ивановской областной думы естественно член единой россии я алексей машкевич с вами прощаюсь анатолий константинович через несколько секунд в рубрике постскриптум скажет то что не успел сказать или может быть то о чем я его не успел спросить до свидания кухни нольте настоящее немецкое качество и функциональность только для вас эксклюзивно в нольте кюхен улица октябрьская 12 я все-таки еще раз хочу сказать что несмотря на критические свои отношения вот первоначальном варианте праймерис вот после него я понял что это очень полезные вещи полезные для партии и для людей и для того чтобы посмотреть молодых ребят у меня вот в округе был 13 человек и больше половины молодые ребята которые пробовали себя первый раз на сцене поговорить с людьми ответить на вопросы и уже сейчас вот я понимаю что половина из них это точно пойдут депутаты местные органы власти мы просто будем немножко готовить поднимать то есть это некое обновление лень и 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 Продолжение следует...